Пункт 3.4. Отбор, мутация, миграция. Очень важно. Миграция. Миграция в популяциях конечного размера. Я не буду вникать в детали. Детали сложные и зачастую не очень интересные. Интересные выводы получаются из всех этих историй. Помните, что вид Харди Вайнберга для популяции конечного размера, при эффекте Валунда гемозиготы, значит, у них частота растет, а гетерозиготы уменьшаются. При том, значит, у нас есть такой параметр. Давайте гетерозиготы 2pq единиц минус f. И выясняется такая интересная штука, что это f в популяциях конечного размера, вы можете его представить как функцию rt. Это значит 1 минус 1 минус 1 деленное на 2n в степени t. Помните? Ага. И значит, у нас получается, что в этих баночных популяциях, в отсутствие каких-то дополнительных сил, про которые мы собираемся говорить. Это, конечно же, наш конь. Такого не бывает. Но вообще говоря, если мы устремим t к бесконечности, то f станет единицей, гетерозиготность исчезнет. Но мы с вами это и так понимаем, потому что у нас в популяции конечного размера аллели начинает залипать к стенку. Ой! Ой! А как? А что? Мы же не гомозиготные. На кого не посмотри, большинство вокруг существ не гомозиготные. Кто-то гомозиготнее, кто-то более, кто-то менее. Но совсем гомозиготнее. Это редко. Что-то происходит. Что происходит? Ну, бесконечного времени, к которому я попытался устремиться, не существует. Ядовид не существует. Через бесконечное время он превращается в другой вид. Это дерево жизни. Существует. Бесконечного времени нет конь в вакууме. Более того, вот эти баночные популяции тоже же конь. Конь на четырех ногах в данном случае. На бесконечном числе ног. Помните, я вам говорил, что поскольку мы распределение изучали, то число ног у этого коня бесконечное. Тогда мы переходим в распределение. Вот это конь с бесконечным числом ног в вакууме. Такого не бывает. А что бывает? Бывает отбор, бывает мутация, бывает миграция. Давайте поговорим сначала про мутацию и миграцию, и выясним интереснейшие вещи. А потом совсем коротко говорим про отбор. Оказывается, помните, что у нас мутационный процесс был, мы сказали в бесконечной популяции, бесконечного объема, мы сказали, у нас происходит, например, селекция, и вот мутация, и должен быть баланс. А здесь будет баланс другого рода. У нас F от T будет, значит, бетерозиготы, полиморфизмы будут прилипать. А мутация будет накачивать новые полиморфизмы. То есть она будет разрушать вот это F. И можно попытаться посчитать, опять же, в этих баночных популяциях, какое будет равновесное F? И оказывается, что равновесное F, F, Eq, экрилегриум, оно вот такое, 1, разделить на 1, плюс 4ne, эффективный размер популяции, число шарика T, разделенное пополам, умножить на µ, или µ, частота мутации. Так, значит, так, так, так. Ну вот смотрите, если µ по сравнению с Ne маленькая очень, так что произведение частоты мутации на объем популяции мало, у нас все равно F будет очень большое. Значит, что получается? Что для того, чтобы мутация была существенной силой, которая ограничивает вот это вот равновесное inbreeding, ну, хотя бы на уровне 0,01. Вот у человека, как правило, гораздо меньше, да? Это легко представить, потому что 0,06 – это вот у нас 0,0625, 6% условно, это вот двоюродные, когда братья и сестры вступают в брак, это вот 0,0625, и это вот максимально приемлемая в популяциях человека. 0,01 – это вот та вот бредная популяция, более-менее. Человеческих популяций там еще меньше, как бы, да? Возьмем вот нашу популяцию. Вот дарите, пожалуйста. Значит, у меня, значит, вот это µ, оно более-менее фиксировано, 10-8. Ну, 10-7, 10-8. Это значит, что мне нужен объем вывода, эффективный объем популяции вот такого же порядка, 10-8, ну, обратного порядка, чтобы у меня вот только за счет мутации не повышалась F, не повышалась гемозиготность до каких-то чудовищных масштабов. А таких популяций нет, вот у человека нет. И получается, что для того, чтобы поддерживать уровень инбридинга, уровень гетерозиготности на том, что мы наблюдаем, это не тот фактор, по всякому случаю, у человека, да? То есть для того, что мне нужна либо очень высокая мутационная частота, она ограничена физически, да? Ну, практически любого вида, она плюс-минус, да, даже правую кариотеу кариотеу-кариотеу похожая. Не на порядок, не на много порядков. Интересно. Значит, мутация — это недостаточно, чтобы поддерживать наш полиморфизм. Она вносит новые полиморфизмы, этот процесс необходимый, но это не та сила, которая обеспечивает полиморфизм. А вы помните, что у нас же залипание происходит в соответствии с начальной частотой q, да? Притом, в какой-то доле популяции оно залипнет влево, в какой-то вправо, да? Если оно здесь вот стало ноль, а здесь один, ну, если кто-нибудь отсюда сюда придет, он принесет с собой полиморфизм, да? И наоборот. Они по-разному разъехались, да? И обмен особями между вот этими ножками нашего коня он может обеспечивать полиморфность одной популяции. О, значит, оказывается, что FEQ, это называется миграция, да? И вот давайте обозначим вот у этой ножки, у нее эффективный размер NER, да? А M это доля мигрантов, которые пришли из других мест, из других ножек. Да? Мы за Азией, запреки. В нашем случае. И соседний долейный для каких-то растений прилетел по лица миграция. А, значит, вот M умножить на NE это абсолютное число там. Три человека приехало в наш маленький городок, да? 7 коров ввезено из канала. Вот это абсолютное число мигрантов, да? Потому что M это доля, а NE это общий объем популяции, да? То есть M умножить на NE абсолютно число мигрантов. И оказывается, интересная вещь, что вот это вот FEQ, я могу оставить мю, но оно пренебрежимо мало, как правило, по сравнению с M. Оказывается, что 1 плюс 4NE, мю плюс M. О как! M. Давайте вот это мю берем, оно тут мешается нам, да? Ну, вряд ли. Сейчас. Мы скажем, что мю значительно меньше M. Совсем маленькое. 10 минус 8. А M больше. Хотя бы 10 минус 6, да? 10 минус 6 уже очень много будет. 1, 1 плюс 4NE на M. Оба! NE на M это абсолютное число мигрантов. Смотрите. Если у меня вот тут вот 25, NE на M 25, то у меня вот эта штука, меньше того, что я хотел. 25 мигрантов достаточно, чтобы мне не заимбредиться в усмерти. Вас ничего не напрягает? Вот меня, когда я первый раз это услышал, меня сильно напрягло то, что это очень, есть, значит, такая замечательная книга, значит, там в машине какой-то задали вопрос о смысле жизни. Она думала 100 тысяч лет и выдала ответ. Знаете, какое? 42! 42! Вот это 25 меня напрягло. 25! Не, погоди, 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 я вам говорю там про какие-то растения, про там, про города, там миллион человек живет, да, а здесь там 5 человек живет. Ответ 25. Да, вас не напрягает? У меня напрягло. А теперь подумайте. Ну, смотрите, тут же такая штука. Чем меньше я мне, тем быстрее оно впадает в гомозиготность. Очень быстро впадает, да? Так? Быстро идут стахастические процессы. Поэтому мне туда надо мигрантов накачивать постоянно и много, чтобы оно продолжало болтаться. А если популяция большая, она очень медленно-медленно-медленно гомозиготизируется. Мне нужно, оказывается, 25. Всегда 25. Если их было 50 в этом деревне, мне надо 25. Если их миллион в городе, мне надо 25, да? Ну, понятно, что мы говорим про ЕНЕ, да? Это не 25 человек, да? Это 50 шариков. Реальные цифры будут другие, да? Но, мне кажется, это очень интересно и красиво, да? Это вот 42. Притом, 42. А в смысле? Вот. Ну, ладно. Миграция — вот прям такой фактор, в котором можно не помереть от ингредиентов.